Призывник Булавский Алексей Викторович с 1999 года рождения на заседание призывной комиссии прибыл. С 1 октября по всей России стартовал осенний призыв. Почти каждый мужчина, не имеющий проблем со здоровьем, отдает свой долг родине. Ежегодно несколько тысяч парней уходят на год в армию, где обучаются военному делу, воспитывают в себе дисциплину и мужество. Каннские ребята не исключение. Почти 700 мужчин в возрасте от 18 до 27 лет в этом году будут рассмотрены призывной комиссией на годность к службе в вооруженных силах России. Планируется, что из этого количества будут направлены в ряды вооруженных сил на пополнение различных видов и родов войск с города Каннска более 150 человек. Пока предварительный наряд 154 человека. Я думаю, что к этим мероприятиям у нас достаточное количество призывников есть. За предыдущую неделю, первую неделю, которую мы провели 4 дня, у нас уже вынесено решение о призыве на военную службу 98 призывникам. Как отмечают сотрудники военкомата, с каждым годом интерес к службе у призывников растет, улучшается их физическая подготовка. Количество годных к службе ребят составляет более 80% от общего числа, состоящих на учете. Это все должны проходить в школу жизни. Намного лучше стало. Сейчас более-менее больше контрактников стало. То есть люди хотят служить, зарабатывают. Конечно, не все готовы полностью посвятить свою жизнь военному делу и подписать контракт. Но отслужить год должен каждый, считают парнем. Я считаю, в армию нужно идти. Родину нужно защищать. Потому что мы русские, должны любить свою родину. В армию хочу идти. По контракту не планирую оставаться. Потому что планирую бизнесом совершаться. Наши призывники зарекомендовали себя и их с большим желанием принимают на службу в элитные войска президентского полка, морской пехоты и воздушно-десантных войск. Татьяна Блинкова, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», 5 канал.